Друзья, всем привет! С вами Encrypted и в эфире наш традиционный еженедельный дайджест крипто-новостей, из которого вы узнаете, в какой стране можно присесть за крипто-мемы, чем опять недоволен этот герри Генслер и какое событие скоро проведут Encrypted в Киеве. Поехали! Начнем сразу с ивента. Наверное, многие из вас, понятно, что не все, но были на Encrypted Conference 2023, а некоторые были на Encrypted Meetup, который был в ноябре 2022 года, а особо приближенные к Encrypted были еще и на Одесса Meetup, который был еще в 2021 году. В общем, вы знаете, что ивенты, которые организовывают Encrypted, это стоит посещать. Так вот, мы сейчас хотим запустить новый формат, чуть меньше ивенты, меньше спикеров. Это будет называться Encrypted Talks. И вот первый Encrypted Talks пройдет 5 августа в Unity. Спикерами там выступят Владислав Грицыщенко и Дмитро Малышенко с CryptoSale, Костя Кудо с Cryptology и Мистер из Хапи. Также отдельно от спикеров выступит с эксклюзивной презентацией SEO-трасти Вадим Груша. Encrypted Talks 1.0 пройдет 5 августа в Unity с 16.00 до 21.00. То есть в 16.00 начинается регистрация. Всего будет 300 билетов. По-моему, 100 уже продано. Поэтому, если вы еще не купили себе билетик, вы находитесь в Киеве, либо планируете приехать, обязательно переходите на Encrypted.events. Подписывайтесь на Telegram Encrypted.events. Там, кстати, подписчики Telegram канала первыми узнали о том, что будет Encrypted Talks. И могли спокойно себе раньше всех прикупить билетики. В общем, тестируем новый формат. Я думаю, будет интересно. Будут спикеры, будет какой-то нетворкинг, будет пицца. Будет интересно и полезно. Мы будем анонсировать следующие Encrypted Talks. А также подписывайтесь на Encrypted.events, чтобы знать, когда откроется продажа на наш большой метап, который будет на день рождения Encrypted в октябре или начале ноября. Encrypted, кстати, 6 лет будет в этом году. На прошлой неделе все мы следили за тем, что будет с Неоном. Поржали, кто-то расстроился, кто-то не очень. Я, например, не очень, но поржал. Также был дроп от Arkham, который залистили на Binance. И те, кто подписаны на Encrypted, те, кто добавили в закладочке раздел дропов, вероятно, что-то получил. Я напоминаю, это не сигнальная группа, не какая-то приватка. Это просто раздел на сайте, где мы собираем все возможные дропы. И добавляем туда пошаговые инструкции, что можно и как сделать для того, чтобы получить потенциально какой-то дроп. Обязательно добавь в закладочке эту страницу, потому что она иногда может менять жизни. Так вот, Arkham раздал дроп. Его залетили на Binance. В пике, по-моему, было 80 с чем-то центов. Сейчас он торгуется, по-моему, в районе 60 центов. Сейчас я пострю. 52 цента. Неплохой дроп. Скажем так, спасибо. Помянем нищету. Вот SEO Dune рассказал о минусах дропов. По словам SEO аналитического сервиса Dune, система аирдропов имеет некоторые недостатки. Это абсурдная трата капитала на фермеров. Такая механика не создает никакой долгосрочной ценности для кого-либо. Аирдропы создают сообщество быстрого обогащения. Если бы Dune хотела выпустить токен, мы бы сделали это давным-давно. Но мы этого не сделали и не будем, подчеркнул SEO Dune. Обычно, когда такое говорят, пойду посмотрю, что там можно сделать на Dune. Если быть откровенными, что-то здравое в этом есть. Но пока эта система работает, эта система, как это сказать, справедливо, не всегда справедливо, но нормального распределения токена быстро среди большого количества комьюнити. И проекты этим пользуются. Слава тебе, Господи. Поэтому, пока это работает, мы будем писать в страницу аирдропов наши гайды пошаговые, как и что нужно делать. Если ветер поменяется, мы придумаем что-то еще. В общем, не пропадем. Канадская полиция предупредила об ограблениях домов криптоинвесторов. Королевская канадская конная полиция сообщила, что в стране распространяется новый метод ограблений криптоинвесторов. Во всех случаях подозреваемые проникали в дом потерпевшего, выдавая себя за курьера или лицо из власти. Затем они похищали информацию, позволявшую получить доступ к криптовалютным счетам жертв. Расследование продолжается. Правоохранительные органы не разглашают детали относительно конкретных инцидентов и объема похищенной криптовалюты. А вот регулятор Британии приравнял криптомемы к рекламе финансовых продуктов. Регулятор Великобритании опубликовал свод новых правил по продвижению финансовых услуг в социальных сетях. В нем отдельное внимание уделено мемам, которые регулятор приравнял к рекламе. В отношении нарушителей FCA планирует предпринять самые жесткие меры, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В качестве примера прикрепляем мем, который по мнению регулятора попадает под определение рекламы финансовых услуг. У нас пока, слава богу, за это нет никакой ответственности, поэтому криптомемы можно встретить на канале Криптобавовна. Очень рекомендую. Еще, кстати, зашевелился старый канал, который называется Бритский биток. Там был развал башки и, возможно, в нем снова появятся какие-то посты. Подпишитесь на всякий пожарный. Ссылочка будет в описании под видео. И на Криптобавовну тоже. Тесла не продала свои биткоины. Исходя из ежеквартального отчета Тесла, свои биткоины компания не продавала. Компания холдит биткоин на сумму 184 миллиона долларов. А у нас, кстати, вышло офигенное видео на канале, немножко не криптовое. Но, судя по вашим комментариям, очень вам зашло. Оно называется Илон Маск гений или просто тупица. Или как-то так называется. В общем, про то, что Илон Маск своей покупкой Twitter и действиями после этого окончательно спалился, что он тупорылый. Обязательно посмотрите, ждем ваш фидбэк, потому что у нас на очереди есть продолжение этой серии про Марка Цукерберга и про Сэма Бэнкмана Фрида. Соучредитель Монобанк Олег Гороховский рассказал о своих инвестициях в биткоин. Кофаундер Монобанка Олег Гороховский считает, что дальнейшее ужесточение регулирования в сфере цифровых активов приведет к падению спроса на криптовалюту. Я не считаю себя специалистом в криптовалюте. У меня есть небольшой сформированный портфель в биткоинах, но для меня это просто современный инструмент, добавил он. Надеюсь, мы когда-нибудь тоже пообщаемся с Олегом Гороховским в интервью. Будет очень интересно узнать, почему Монобанк так и не ввел крипту себе в приложение. Понятно, что там были какие-то регуляторные ограничения, еще какие-то, но, в общем, интересно узнать эту историю. СЕК рассмотрит сразу 6 заявок на спотовый биткоин ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подтвердила, что рассмотрит ряд обновленных заявок на регистрацию спотовых биткоин ETF. Речь идет о биткоин ETF от Vice Origin, Wisdom3, VanEck, ARK21Shares и Invesco Galaxy. Также на прошлой неделе комиссия заявила, что примет к рассмотрению заявку от BlackRock. Если вы все еще не знаете, что такое биткоин ETF, почему это так важно для рынка, обязательно посмотрите наше видео про биткоин ETF и его влияние на крипторынок. Ссылка будет в описании под видео. Роберт Кеннеди-младший пообещал стабилизировать курс доллара за счет биткоина. На их букеле, наверное, сейчас где-то сидит и такой... Мой пи***к. Кандидат в президенты США от партии демократов Роберт Кеннеди-младший выступил в поддержку криптовалюты на мероприятии Hill the Divide Pack. В случае своей победы на выборах, политик пообещал отменить налог на прирост капитала в виртуальных активах и выпустить облигации, обеспеченные биткоином. На начальном этапе политик планирует выпуск не более 1% таких облигаций. Павел Дуров также признался, что он инвестирует в биткоин и еще в тон. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что предпочитает вкладывать в облигации мессенджера, поддерживая его финансовое состояние, а также сообщил, что холдит биткоины и тон. Пока неизвестно, о какой именно сумме в крипте идет речь, но возможно когда-нибудь проговорится. А еще вышло обновление Telegram, где появились сториз. Нахуя непонятно. Мне появляются сториз каких-то левых людей, которых я вообще не знаю. Там какая-то дичь типа, ух, сестый сториз в Telegram класс. Ну короче, хер знает вообще. Оставьте сториз к Инстаграму. Кстати, как вы по поводу threads? Все уже забили х**? Потому что я уже не писал туда неделю. И не хочется что-то. Заебало. А Binance завершили интеграцию Lightning Network. Binance сообщили о завершении интеграции Bitcoin Lightning Network. Пользователи уже могут совершать депозиты и выводы через новую сеть. Для тех, кто не знает, что такое Lightning Network, как это работает, у нас есть видео на канале. Поэтому по ссылочке в описании переходите, смотрите. Там есть видео и стрим, по-моему. В общем, подробно с Тони Би обсудили, что такое Lightning Network, как это работает, для чего это нужно и так далее. А еще Binance продолжает увольнять сотрудников. И по информации Wall Street Journal уволили больше тысячи сотрудников. Поскольку мы постоянно стремимся увеличить количество талантливых сотрудников, случаются вынужденные увольнения. Это происходит в каждой компании, прокомментировал Сиди. Wall Street Journal продолжает писать про Binance и следующая статья о том, что Binance сокращает льготы для сотрудников из-за падения прибыли. По данным The Wall Street Journal, помимо сокращения штата, Binance также прекратила предлагать некоторые льготы своим сотрудникам из-за уменьшения прибыли. Учитывая текущую рыночную среду и нормативный климат, которые, к сожалению, привели к снижению прибыли, мы должны быть более осторожными с нашими расходами, пишет издание со ссылкой на внутреннее письмо компании. Биржа больше не будет возмещать работникам расходы на мобильный телефон, на фитнес, на работу, на дому и сократит другие льготы, пишет издание. Такое ощущение, что Wall Street Journal прям очень-очень планомерненько фигачит Binance. Экс-главу биржи Todex приговорили к 7 месяцам тюрьмы в Турции. Бывшего гендиректора криптовалютной биржи Todex Фарука Фатиха Азера приговорили в Турции к тюремному сроку в 7 месяцев и 15 дней. Прокуратура требовала более сурового наказания – 5 лет тюрьмы. Суд же сначала назначил срок в полтора года, но затем приговор смягчили. Todex прекратила свою деятельность и заморозила выплаты в апреле 2021 года. Фарук сбежал из страны, прихватив с собой доступ к 2 миллиардам депозитов клиентов. FTX подали иск на 1 миллиард долларов против Сэма Бэнкмана Фрида и бывшего топ-менеджмента. Биржа FTX подала в суд на Сэма Бэнкмана Фрида, соучредителя компании Гэри Вана, экс-сио-хедж-фонда Alameda Research Caroline Ellison и экс-сито Нишада Синкха. Новое руководство обратилось с требованием вернуть 1 миллиард долларов незаконно присвоенных средств. О Министерстве юстиции США в свою очередь обвинила Сэма Бэнкмана Фрида в утечке личных записей Caroline Ellison. Речь идет о частном дневнике бывшей SEO-хедж-фонда Alameda Research Caroline Ellison и передаче газеты New York Times, сообщает CoinDesk. Обвинения были предъявлены после публикации статьи в New York Times, в которой были обнародованы размышления Ellison. Она писала, что в феврале 2022 года чувствовала себя очень несчастной и перегруженной своей работой. Кроме этого, Ellison отмечала, что в конце дня не могла дождаться, чтобы пойти домой, выключить телефон, выпить и отдохнуть от всего. Также она добавила, что жизнь в хедж-фонде была мучительной и чувствовала себя обиженной и отвергнутой. А я помню счета на самые топовые элитные отели и завтраки или ужины за 22 тысячи долларов. Пыть-фиг трохи. Обиженная она. Переходим к новостям о крипторегулировании. И у нас старый добрый клоун Гэри Гэнслер. И он разочарован решением суда по делу Ripple. Председатель СЕК Гэри Гэнслер заявил, что разочарован тем, как завершилось судебное разбирательство по делу компании Ripple Labs. Также Гэнслер затронул тему искусственного интеллекта. Всего слов, искусственный интеллект может сыграть большую роль в будущих финансовых кризисах. Мы, кстати, подробненько обсудили кейс Ripple против СЕК с юристами из компании Yuskutum. Поэтому, если тебе интересно разобраться в том, какие пункты там были положительно приняты, какие отрицательно приняты. В общем, разобрали этот кейс подробно в часовом стриме с Yuskutum. Обязательно посмотрите, как это было. Ссылка в описании под видео. А что сделал СЕК? Правильно, попросили больше денег для борьбы с Диким Западом на рынке криптоактивов. Вот так. Глава СЕК Гэри Гэнслер запросил у Сената США дополнительно 72 миллиона долларов на расширение штата с целью защиты инвесторов от Дикого Запада на рынке криптоактивов. Дополнительный транш он планирует потратить на увеличение штата до 5139 людей в 2024 году. А наш украинский СЕК, комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте. НК ЦБФР объявила о завершении публичного обсуждения закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и прочих законодательных актов, регулирующих оборот виртуальных активов. В ближайшее время агентство предоставит откорректированный текст документа. По данным комиссии, в общей сложности от заинтересованных сторон поступило более 200 комментариев. Подождем, посмотрим, прокомментируем. А еще власти США планируют приравнять DEFI протоколы к финансовым контрагентам. Группа сенаторов США представила двухпартийный законопроект CryptoAsset National Security Enhancement Act of 2023. Ух! Инициатива направлена на то, чтобы распространить текущие правила для банковских и финансовых контрагентов на DEFI протоколы, сообщают СМИ. Республиканцы, в свою очередь, внесли законопроект об установлении нормативно-правовой базы для криптовалюты. Группа республиканцев в Палате представителей Конгресса США представила законопроект о финансовых инновациях и технологиях для 21 века, который занял 212 страниц. Инициатива направлена на то, чтобы определить роль регулятора в управлении и надзоре за криптовалютным рынком. Ну и реально весь крипторынок США этого ждет, потому что нет нормативной базы, по которым можно было обработать. То есть непонятно, что правильно, что неправильно. Именно поэтому СЕК свирепствует, бушует, наказывает, выписывает иски, штрафы и так далее. Потому что нет четкой нормативной базы, по которой можно четко сказать, вот это можно делать, вот это нельзя. Это мы, кстати, тоже обсудили на стриме с Юскутум. Кстати, еще до нашего митапа, именно 27 июля, в Киеве пройдет 11-й Киев Эфириум Комьюнити Митап. Мы были на 10-м, выступали. А это 11-й Киев Эфириум Комьюнити Митап. На нем Надер, директор по взаимодействию с разработчиками в Lens Protocol, расскажет подробнее о проекте. А Иван Мальцев, партнер фонда 3X Capital Pro The Car Lab. Мероприятие пройдет 27 июля в 19.00 по адресу Киев, улица Сечевых Стрельцов, 23А, Кооператив. Стоимость билета 10 евро, 100% идут на потребности из ССУ. Регистрируйтесь, приобретайте билеты по ссылке в описании. Кстати, про 3X Capital. Очень интересная информация тех, кто хочет создать свой стартап, или у кого есть стартап, и он хочет его дальше развивать. 3X Capital запускает 6-й поток обучения Web3 Startup Fundamentals. Это 12-недельный курс в метавселенной, где организаторы учат, как строить и анализировать Web3 Startup. Старт 6-го потока состоится уже в этот понедельник, поэтому если вы хотите на него попасть, то обязательно переходите по ссылкам, узнавайте подробности и регистрируйтесь. Я думаю, что будет и 7-й поток, поэтому вы в любом случае сможете попасть. В общем, если вам интересна эта тема, обязательно зайдите, почитайте, и уже решите, на 6-й поток пойдете, либо на 7-й. Учебные направления. Web3 Startup Fundamentals, инвестиционные аналитики и ангельские инвесторы. Не только если у вас есть стартап, если вам интересно развиваться в инвестиции, в ангельские инвестиции, в аналитике и в общем и так далее. Что интересно, есть специальная стипендиальная программа для холдеров котов и берегинь. Украинские NFT коллекции, которые запускались UA Cats Division и берегиня от DoubleTop. Стоимость обучения 1500 долларов, стипендия 750. С оплатой каждого стипендиата организаторы будут покупать одного NFT кота. Условия для получения стипендии. Нужно быть украинцем. Холдить NFT-шки UA Cats Division и берегиня. И уровень английского B1 и выше. В общем, все подробности в описании под видео. Oneinch запускает портал для разработчиков в бета-версии. Oneinch Labs запускает бета-версию своего портала для разработчиков, который представляет собой облачную SaaS-платформу Web3, которая предоставляет API для создания инновационных продуктов. Пока что на платформе доступно 8 SaaS-решений. Swap API позволяет получить ценовое предложение для обмена токенов. Spot Price API представляет актуальную спот-цену токена. Balance API представляет информацию об остатках и резервах на кошельках. Портфолио API – анализ данных о транзакциях в сетях эфира, BNB и полигон и ряд других. Подробнее читайте на сайте incrypto.com. WhiteBit выпустили подарочные карты USDT на платформе G2A. Криптовалютная биржа WhiteBit объявила о партнерстве с торговой платформой G2A. В рамках этого сотрудничества площадка открыла продажу подарочных сертификатов в USDT WhiteBit GIFT Card. Пользователям будут доступны сертификаты номиналом от 25 до 500 USDT. Отправить подарок можно через e-mail, SMS или соцсети. Подробнее читайте у нас на сайте, ссылки будут в текстовой версии этого дайджеста. OpenSea добавили возможность напрямую между пользователями обмениваться NFT-шками. Marketplace OpenSea объявил о запуске новой функции под названием Deals. Это одноранговые сделки для обмена NFT напрямую между пользователями. Все трансферы протекают непосредственно на самой платформе. В основе функции лежит протокол C-Port, который в OpenSea назвали самым надежным и удобным в классе. Функция Deals дает возможность пользователям предложить обмен определенного количества токенов на другие. Также стороны могут добавить врабнутый эфир, чтобы подсластить сделку, как выразилась администрация. Задача новшества – снизить количество скама, говорится в заявлении платформы. Больше никаких подозрительных сообщений и сайтов. Все сделки можно предлагать, просматривать и заключать непосредственно на OpenSea. Функция позволяет за раз обменять 30 NFT-шек, а также неограниченное количество врабнутого эфира. Для трансфера нужен логин пользователя, его INS или адрес. Пока что можно обменяться только токенами из одной сети и подтвержденных коллекций, то есть блучипы на OpenSea. Но позднее перечень доступных в Deals NFT планируют расширить, уточняет Coindesk. Google Cloud объявили о партнерстве с Solana. Google Cloud и Solana заключили партнерское соглашение для увеличения производительности и эффективности сети. А у нас, я напомню, есть две части обзора смартфона от Solana, который называется Solana Saga. В первой части это общий обзор, вторая это обзор веб-три функций. В общем, посмотрите, кому интересно. Телефон хуйня. Компания-разработчик Manta Network привлекли 25 миллионов долларов. В рамках раунда финансирования серии А компания-разработчик проекта Manta Network P0X Labs привлекла 25 миллионов долларов при оценке в 500 миллионов долларов. Раунд возглавили фонды Polychain Capital и Quimmin Venture Partners. Также Manta Network сообщили о запуске своей тестовой лейер-2 сети для ЗК-приложений Manta Pacific. Я думаю, что в ближайшее время на странице с аирдропами появится гайд по новой сети, поэтому обязательно добавьте в закладки, возможно, уже появилась, когда вы смотрите дайджест. В общем, полезная страничка, если что. Polychain Capital привлекли 200 миллионов долларов уже в 4-й фонд. Компания Polychain Capital получила 200 миллионов долларов финансирования во время первого закрытия своего четвертого фонда, который будет ориентирован на медвежий рынок. Однако в планах фирмы привлечь примерно 400 миллионов долларов для своей инициативы. Layer Zero добавили поддержку Base. Компания Layer Zero Labs объявила о том, что добавила поддержку блокчейна Base. Интеграция призвана послужить фундаментом для создания беспрепятственной кросс-чейн-инфраструктуры. Я, наверное, уже не буду говорить, что у нас на странице дропов были гайды и по Layer Zero, и по Base, и до сих пор там лежат, если что. Polygon анонсировали новую модель управления протоколом. Проект Polygon заявил о планах создания структуры управления протоколом, который будет направлен на обеспечение более децентрализованного контроля над экосистемой. Известно, что новая модель будет фокусироваться на трех вещах. Управление основным протоколом, смарт-контрактах и казначействе сообщества. Прям новинка, блядь, новизна. Не было такого, и вот опять. Ну, а теперь моя любимая рубрика, что там у Encrypted. По традиции очень много контента и еще очень много всего, что мы готовим, и вы пока об этом не знаете. Поэтому подписывайтесь на все соцсети Encrypted. На YouTube, на Instagram, на Telegram. В Telegram у нас есть основной канал, украинская версия канала Headlines. Подписывайтесь, кстати, на Крипто Бавовну и на Блядский Биток, который, возможно, скоро оживет. Так вот, кратенько по основному пробежимся. Я уже говорил про Streams Yuzkutum, где мы полностью разобрали кейс Ripple против SEC. Потому что все просто поверхностно там. Ripple выиграл суту SEC и все, все полетело. На самом деле, не все так однозначно, как говорит классик, да. Посмотрите, разберитесь в этом, потому что там очень много нюансов. Видео вышло такого неформата немножко про Илона Маска, гений или просто тупорылый. И напоминаю, что именно от вас зависит, будет ли продолжение серии про Цукерберга, про Сэма Бэнкмана Фрида. Поэтому переходите, лайкайте, пишите в комментариях, понравилось вам такой формат или нет. Вышла статья 11 нейросетей для генерации NFT по описанию. И текстовая выжимка AMA сессии из Bravas Wallet. И это только верхушка айсберга того, что было на Encrypted на этой неделе. Добавляйте в закладки сайт и отдельно страницу с airdropами и страницу с календарями. Переходите на Encrypted Events и покупайте билет на Encrypted Talks 1.0, на котором будут ребята из CryptoSale, из Cryptology, Mr. из Happy и Вадим Груша, SEO Trusty с эксклюзивной презентацией своего нового продукта. А у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях какой-то поддерживающий коммент. Подпишитесь на канал, потому что я вижу, что 12% смотрят неподписанными. Ай-яй-яй. С вами был Encrypted. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok